Сегодня я сходил на выборы. В основном, чтобы не дать приписать мой голос партии власти. Ну, или, по крайней мере, мне хочется так думать. Кстати, выяснилось, что теперь наш избирательный участок перенесли в школу, которая к нам поближе. На выборы я пошел, соглашаясь с позицией, высказанной Сергеем Пархоменко. Совершенно очевидно, в чем на этих выборах интерес российской власти сегодня, чтобы в этих выборах участвовало как можно меньше народу. Действительно, кажется, что украсть мой голос проще, если я не использовал мой бюллетень. Еще по дороге на участок мне бросилось в глаза, что теперь на подъездах не висят напоминания о выборах и о том, куда следует идти избирателям, проживающим в этом доме. Всюду только агитационные материалы партии власти. На самом участке было как никогда безлюдно за все время моего участия в избирательных кампаниях, в том числе как члена избирательной комиссии. Я такого безлюдия не видел. Таким образом, цель, по мнению Пархоменко, поставленная правящим в России режимом, на первый взгляд достигнута. Я не был бы я, если бы по дороге домой не снимал всякую там природу, и мне попался поползень, которого я безуспешно пытался сфотографировать. Эти самые поползни этим летом попадались мне в кадр довольно часто. Чрезвычайно высоко специализированные, приспособленные к строго определенному образу жизни птицы. Представляется, что нам с вами скоро придется стать такими же вот поползнями. Само название говорящее «мы уже поползни». Вернутся все эти ныне забытые советские приемы, такие как иносказания, разговоры на кухне при включенном водопроводном кране, тайный язык и тому подобное. Люди, выгуливающие своих детей на детских площадках, обучающие их и сами обучающиеся пользоваться всякими модными каталками, навели меня на мысль о счастливых родителях, выгуливавших точно так же своих детей ровно сто лет назад, в 1916 году.